Когда мы говорим о событиях, подобных так называемому Мирюлёвскому бунту, мы всегда ищем какую-то одну причину, естественно, ту, которая нам ближе. Одни видят в этом спонтанное выступление доведённых до отчаяния жителей, другие ищут каких-то провокаторов, как правило, националистов, а третьи во всём видят экономические причины, связанные с базой. На самом деле причин может быть сразу несколько. Правда, одну отметём, пресловутых националистических провокаторов. Там, как известно, было ровно двое националистов. Это был Белов и Дёмушкин, известные лидеры националистического движения по-русски, которые занимались ровно тем, что не давали провокаторам, которые там действительно были, спровоцировать толпу на действительно серьёзные беспорядки, которые потом могли бы обернуться образцово-показательной расправой над бунтующими. А вот все остальные причины, скорее всего, можно рассматривать, причём в комплексе. С одной стороны, люди там действительно доведены до отчаяния, потому что живут фактически в этническом гетто. С другой стороны, это самая пресловутая овощебаза, это криминальное гнездо, с которым давно уже нужно было что-то делать. И я думаю, что сейчас многие серьёзные люди во власти искренне благодарны бирюлёвцам, которые дали хотя бы повод заняться этим гадюшником. Если это не так, это было бы странно. Наконец, самое главное. Если у нас в стране для того, чтобы заняться явно криминальным гадюшником, нужен бунт, хотя бы маленький, осмысленный и милосердный, как в Бирюлёве, где, как известно, по большому счёту, ничего кроме арбузов-то не побили, пару машин только перевернули. Так вот, то получается. Дорогие граждане, я никоим образом не призываю вас бунтовать. Но вот власть, судя по всему, именно этого и хочет. Делайте же выводы.